В Славянске-на-Кубани прошла встреча работников администрации нашего и Красноармейского районов. Правда, не совсем в обычной форме. В этот день муниципальные служащие сменили строгие костюмы на спортивную экипировку. С подробностями наши корреспонденты. Спартакиада среди работников администрации стенка на стенку стала традиционной в нашем районе. В этот день спортивный комплекс «Триумф» собрал 70 участников соревнований из Славянского и Красноармейского районов. Даже председатель районного совета Григорий Литовко сменил строгий костюм на спортивный и принял активное участие в играх. У нас между Красноармейским и Славянским районом подписано соглашение о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Вот сегодня в рамках этого соглашения и проходят мероприятия по спорту. Основная цель – это прежде всего пропаганда здорового образа жизни среди муниципальных работников, потому что мы работаем на виду, мы должны быть примером для наших жителей. Соревнования прошли по шести видам спорта – настольному теннису, мини-футболу, шахматам, нардам, дартсу и стритболу. Спортивная борьба была напряженная, команды не уступали друг другу. Мы, конечно же, желаем только себе победу. Красноармейскому району желаем участия. И на данный момент интервью я уже выиграла одну победу, поэтому вкус победы сейчас неизбежен. Поэтому у меня радость, радость, радость за Славянский район. День спортивных баталий подошел к совершению. По итогам всех состязаний победу одержал Славянский район. Участников соревнований наградили медалями, а команда победителей получила кубок. Несмотря на исход встречи, гости из Красноармейского района остались довольны. В завершении Спартакеады были названы имена лучших участников. Из команды Славянского района и Местали. В игре по шахматам Александр Берсенев. По дарцу Руслан Гогохия. По нардам Дмитрий Резец. В игре по стритболу среди женщин Любовь Зубченко. Надежда Неткочева, Георгий Калинин, Михаил Варгулев. Программа События.